Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нью-Ашвод и в рубрике «Лаборатория политического и военного анализа», сокращенно «Лаборатория пива» с вами Юрий Гемельфарк. И Александр Глушенко. Сегодня, 14 января 2019 года, в понедельник, Комитет Госдумы по информ-политике, информационным технологиям и связи, он проведет расширенное заседание, которое будет рассматривать пакет клишеса, так называемый. Это поправки в законы об информации, информационных технологиях и о защите информации, и о средствах массовой информации. То есть речь идет о знаменитых предложениях клишеса блокировать интернет-ресурсы и наказывать граждан за материалы, которые, цитирую, выражают в неприличной форме явное неуважение к органам власти, а также недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений. Саш, вот объясни, пожалуйста, для начала, что такое явное неуважение к власти, выраженное в неприличной форме? Я вот хочу понять это. Да ладно, знаешь, насколько смешно все это. Вообще понятие уважения или неуважения, это из сферы взаимоотношений между двумя алкоголиками в пивбаре. Ты меня уважаешь, ты меня не уважаешь. Ну там типа вот напились и начинают доказывать друг другу, кто кого больше уважает. На самом деле это реально так. Уважать ты меня и любить никогда никого не заставишь. Ты можешь оправдать свое наличие и существование, господин чиновник или господин депутат, только той пользой, которую ты мне приносишь. Ты мне нафиг не нужен со своим уважением и я тебя со своим уважением не нужен. Мы должны, мы наняли тебя на работу. Я сходил на избирательный участок, бросил свой бюллетень за Иванова, Петрова или Сидорова и ты должен теперь идти и делать то, что нужно мне как гражданину. То, что нужно основной массе российских граждан. И я не хочу тебя уважать. И ты мне нафиг со своим уважением не нужен. Еще раз повторюсь. И я тебе не нужен. Ты просто делай то, что надо. Принимай целесообразные и нужные законы и развивай экономику нашей страны. При этом, вот ко второй части переходим. Все формулировки, которые даются законопроекта господина Клишеса, что об оскорблении величия. Я помню в какой-то детской сказке, по-моему, в «Трех толстяках» было такое, да? За оскорбление величия. Сравни себя с героями Юрия Олеша и господин Клишес. И что второе? Выдать преподнесение недостоверной информации в качестве достоверной. Ребята, это настолько расплывчато. Где грань между достоверной и недостоверной информацией? И где грань между неуважением и уважением? В чем это должно выражаться? Или я тебя обматерил? Или я тебе пощечину дал? Или я тебе в рожу плюнул? Ну, конкретно пишите, зачем эти оттыкаемые формулировки, как в 282-й статье про экстремизм, как в 148-й статье про чувство верующих. И как сейчас будет в новых вот этих статьях, придуманных господином Клишесом. Он меня не уважает. Собака. Давай его за это повесим, расстреляем, оштрафуем, посадим. Невозможно подобного рода нравственной категории ЕБИ оперировать в уголовном и административном праве. Значит, я понимаю, вот есть разъяснение или комментарии к определенным статьям Уголовного кодекса. Хулиганство. В чем выражается? В том-то, том-то, том-то. Морду набил там, в циничной форме там, справил нужду посреди центральной площади города. Ну, к примеру, да, это уже хулиганство. Тем более, находясь, например, в нетрезвом виде. И масса других статей. Убийство. Что это такое? Лишение жизни определенным способом. Вот. Что такое грабеж? Это завладение чужим имуществом в насильственной форме. Что такое кража? Это завладение чужим имуществом скрытно. А вот, ну, покажите мне, что такое уважение и неуважение. И правда и неправда. Если уж пошла речь о правде и неправде, господа депутаты, господа министры, а также возглавляющих вашу пардон, не защитите за неуважение стаю, ваш самый главный, то есть наш национальный лидер, со своими мультиками, со своими отчетами, об проделанной за 18 лет работы, о постоянно растущем моем благосостоянии, а также моих сограждан, так это же и есть выдача ложной информации за правдивую. Фейк выдают за правдивую информацию. Даже на день штрафовать должны. Саша, а я больше того тебе скажу, что если так получается, то первые, кто должны сесть на 15 суток за, так сказать, явное неуважение к власти с использованием средств массовой информации, это должны наши депутаты, наши депутаты, наши министры, наши чиновники, потому что своим поведением и вот подобного рода галиматьей они внушают к себе чувство искреннего и глубокого неуважения. Я не обязан уважать кресло, не место красит человека, а человек место. И если сидит в кресле депутата такой баран, который принимает такие законы, я его уважать не буду. И, кстати, я вот сейчас сказал баран, тут и другая ведь тоже сторона, оборотная сторона медали. Если какой-то конкретный депутат примет это на свой счет, ну это его личные трудности, я могу сказать, какой-то баран, занимающий кресло депутата. Я же не назвал фамилию. Нет. А если человек это на свой счет принял, ну это его, как говорится, личные трудности. Вот ты зачем обижаешь сельскохозяйственных животных? Так, то есть на меня сейчас подадут в суд за оскорбление баранов. Я признаю, я готов понести ответственность. Дело в том, что барану будет обидно. С него хоть есть шерсть и мясо. Его можно зарезать там, сварить из него шулюм, пожарить в шашлык и в конечном итоге еще сшить тебе шубу. А что с этого ты возьмешь, который в кресле? С него ни шерсть, ни мясо. Ну вот только вот эти вот дурные законопроекты. Ты взял и баранов всех обидел. Виноват. Не надо козлов обижать, не надо, я не знаю, кого-то, дятлов обижать. Не надо. Они все приносят пользу. Кто-то там букашек выковыривает из коры дерева, кто-то там траву там съедает, которая растет где не положено. Ну, то есть с кого-то молоко берут, с коровы там. Как ты не сравнивай вот этих вот работяг с животными, всегда обижено будет животное. Ну давай, вот они такой выдадут законопроект. Давай мы с тобой напишем законопроект об оскорблении сельскохозяйственных животных. Да и дикит тоже. Согласен. Но, Саша, тогда у меня неизбежный вопрос. Минуточку, но к чему мы придем с такими вот законами? Тогда, по идее, следующий закон будет о уголовной ответственности за то, что при виде портрета нашего гениалиссимуса я сделал не три раза ку, а только два раза ку. Вот, так сказать, сколько раз ты и дад, ку-кукал, столько лет тебе и дадут. Да-да-да, уважаемые зрители. Вспомните прекрасный фильм Кензанза. Кто его давно не пересматривал, пересмотрите. Там, пацаки, там, как в том категории звали, сейчас забыл уже. В Сетлане, да. Да, и вот там одни из них были первые категории люди, другие вторые категории люди. Но там, кстати, Данелия заложил, знаешь, какую мину заметного действия? Какую? Пацак, в обратную, если прочитать, получается Кацап. А, ну да, тоже верно. Кацап, украинская транскрипция, это обращение к русскому человеку. Да, выражено в неприличной форме. Давай вот тоже. об этом, это упомянули. Хорошо, Саш, ладно. Теперь второй вопрос. А что такое, вот, как они тут сказали, недостоверную, общественно значимую информацию, распространяемая под видом достоверных сведений? Я вот тебе напомню случай, который мы уже обсуждали. Это наш завхоз, дуэлянт Росгвардии, генерал-директор Золотов. Вначале он грозился, сделать из Навального отбивную котлету. Потом он подал в суд. Потом, когда суд ему сказал, ну, дорогой, ну, ты неправильно подал заявление, ты его перепиши. Он переписывать его не стал. Тогда получается, что этот наш завхоз, дуэлянт, он должен сесть тогда, выходит, по этой новой статье. Выходит, что так, по идее. Ну, тут единственное, знаешь, что закон, как бы, обратной силы не имеет, пока его еще не приняли. Но если он начнет упорствовать в своих заблуждениях и доказывать, что Навальный его там окривитал, то информация о том, что Навальный его окривитал, будет являться недостоверной информацией, потому что Навальный сказал чистую правду о том, что ты, уважаемый, покупаешь продукты, вещевое имущество и технику для своей Росгвардии по совершенно завышенным ценам. Причем завышенным не на какие-то проценты, а в разы, вот в чем дело. И я понял так, что ему дали по рукам, он стулся сейчас, он даже разорвал договор с этим адвокатом, который должен был защищать его интересы в суде. Вот сериалы, когда смотришь, какие-то вот интересные, там, зарубежные, да и наши юмористические сериалы, там есть первый сезон, да, допустим, ну, 2016-го года, второй сезон, 17-й год, третий сезон, 18-й год. Вот у него пошла эта кинокомедия по сезонам. Первый, первый сезон это было, когда Навальный выступил в целом, да, все посмеялись над этим, так, не будем оскорблять животных, не будем животных оскорблять, и насекомых тоже. Вот, они все равно какую-то пользу приносят, хотя бы то, что поедают друг друга. Значит, выступил Навальный, это был первый сезон, потом выступление про отбивнуло, это второй сезон, да, третий сезон, это было предложение Навального выйти в эфиру совместно, да, четвертый сезон, это ответочка Золотова по поводу того, что ничего плохого не имел в виду, что будет там подавать в суд, что-то такое, как мы его назвали, жалкий лепет оправдание, оправдание, это в лермонтовском таком стихотворном стиле. Ну и, наконец, о, пошел пятый сезон, он подал в суд, а судье уже позвонили, вот эти, кого нельзя оскорблять, в открытой форме, в явной форме, и сказали, слышь, гони, гони ему, гони оттуда его, сюда, пинками, их пусть не подходит туда, нам этот пятый сезон нафиг не нужен, над нами все смеются, что президент принимает решение об утверждении должности, его назначает президент, об утверждении назначения на должность такого человека, он уже пятый сезон кинокометии идет, страна спьется, хохочет, обрати внимание, на чем у нас, даже вот на нашем канале, на чем наибольшее количество просмотров, на Золотове, там, как только фамилию Золотов напишешь, ты ее сейчас тоже в тайну запиши, пусть приходят смотрят пятую серию. Но, Саш, вот ты подсказал одну хорошую идею, то есть теперь, если какой-то человек захочет высказать неуважение к представителю власти в особо неприличной форме, он может выражать это неуважение, но сказать, я это говорю по отношению к тем, кого нельзя оскорблять, и по отношению к кому нельзя выражать неуважение в неприличной форме. Есть еще одна очень интересная логическая цепочка, идет. Дело в том, что Клишерс никогда не читает вот это, то, что я каждый день показывал практически нашим служителям и зрителям. Конституцию, там написано, основным источником власти является мобонациональный народ Российской Федерации. То есть фактически власть – это я, власть – это ты. И то, что один мужик другого морду набил вот там на улице или в пивной, или плюнул в него, пожалуйста, можете по этой статье убрать. И самое забавное, что теперь получается, по логике господина Клишерса, те, кто не знает Конституцию и нарушает Конституцию, и те, кого нельзя оскорблять в неприличной форме с особым цинизмом, они тогда, опять же, получается, что они тогда сядут по этой статье, потому что они своими действиями выражают явное неуважение носителю власти российскому народу. Все совершенно четко. Они сами себе копают могилу. Дело в том, что сесть-то они несят. Там уже судья, который вот сейчас отказался рассматривать дело Золоба против Навального, там уже судья позвонят и скажут, так, вот этого чиновника не трогать, этого депутата не трогать. Ну, система судебная, она просто не существует, отсутствует, она действует по команде. Вот, ну, что можно сказать? Ну, придумают они этот закон, примут они этот закон, но ведь можно массу всяких различных иносказательных вещей преподнести. Вам же, господа депутаты. У меня нет абсолютно никакого, например, у меня нет абсолютно никакого желания называть господина Клиша Собарана. У меня теперь тоже, я проникся. Никакого желания. Это я привожу пример, да? А что подумает толпа людей, перед которыми я это скажу? Она скажет, так, а вот тут он, наверное, этот Александр Мученко не прав. Вот так вот, понимаешь, не зная основ вот этой вот зоопсихологии, зоолингвистики, можно очень легко вызвать именно любое желание у народа. А в отношении самого Клиша у меня такое ощущение, что что-то где-то он наследил конкретно в экономических делах. Ведь вот так вот выслуживаться на задних лапах, стоя, причем по таким очень смешным вопросам, это может только человек, который чего-то начальству задолжал, с кем-то не поделился. Да, здесь я с тобой согласен. Чтобы так позориться в открытую, понимаешь? Чтобы вот так облизывать ботинки, просто лечь на пол, принять только человек, который очень жестко где-то мелко, вернее, жидко обгадился перед своим начальством. Что-то он натворил, видимо, спер. Не исключаю, но давай мы подчеркнем, что это наше оценочное суждение. Да, да, я там вставил слово видимо, для суда этого будет достаточно. Хотя в суд могут позвонить и сказать слово видимо не засчитывать. Согласен. Ну что ж, друзья, вы слышали нашу точку зрения по поводу того, что сегодня, 14 января 2019 года Комитет Государственной Думы будет рассматривать пакет законов сенатора Клишиса по поводу того, что нас теперь будут наказывать за явное неуважение к власти. И я в этой связи хочу вам напомнить, друзья, что, пожалуйста, не оскорбляйте животных сравнением с нашими депутатами и также напоминаю, что всегда помните, что у нас теперь появилась в государстве когорта людей, которых нельзя оскорблять в неприличной форме и которые напоминают постоянно нарушают российскую конституцию. Но вот это я полагаю вы уже поняли. Делать только вам. До встречи. Пока.